Здарова! Праздничное настроение на месте? А я вот решил записать ролик, где я отвечу на три самых часто задаваемых вопроса из комментариев. Погнали! И первый вопрос лидирует с огромным отрывом. Его я вижу чуть ли не по пять раз в каждом моём ролике. И он, конечно же, о главном герое всех моих видосов. Вот он, мой любимый шведский флаг. И знаете, сначала я даже пытался писать реальную историю, как он оказался в моих роликах и вообще почему он висит у меня в квартире на стене. Но потом мне быстро это надоело и я начал писать вот такой вот ответ. Так что же было на самом деле? Что ж, история началась в Ёнчопинге 7 лет назад на моём первом LAN турнире. Незадолго до турнира я как раз переехал жить в отдельную квартиру и начал её обустраивать. И вот прикиньте, иду я по шведскому супермаркету на Dreamhack'е и вижу распродажу огромных флагов. Ну стоили они что-то в районе 10 баксов. И у меня реально в голове что-то будто вот щёлкнуло здесь. Я вспомнил, что ведь у нас есть традиция вешать на стену ковры. И это мне показалось отличной идеей. Ведь это супер уникально, ни у кого такого нет. Я решил купить этот флаг и повесить его вместо ковра на стену. И причём мне кажется это очень отличная идея по итогу. Потому что все мои знакомые, которые вот этот вот флаг видят, они обычно удивляются и улыбаются. Так что всем рекомендую, как говорится. Ну а когда я начал снимать свои блоги, я подумал, что гораздо лучше на стену будет повесить вот этот вот так называемый ковёр, чем вы будете просто смотреть на белую стену, которые находятся вокруг меня в моей квартире. Вот такая вот кулстори. Так вот флаг и попал в мои видосы. Второй вопрос я вижу пореже, но он всё ещё всплывает в каждом видосе. А звучит он так. Морф, когда там уже Прос Продоты с папичем? Если отвечать кратко, то не скоро. А почему я так ответил, я вам сейчас поясню. На самом деле у рубрики Прос Продоты есть два огромных недостатка. И первый из них это то, что она, ну точнее не она, а создание ролика Прос Продоты занимает очень много времени. Мне нужно сначала проштудировать все посты юзера, потом их надо сгруппировать, потом нужно просмотреть его разные интервью и на основе всего этого создать какую-то историю. Потом нужно записать Google мужика, ну и ещё это всё скомпоновать на таймлайне, то есть все эти посты нужно сгруппировать, там выставить в кадре и так далее. Короче говоря, за это же время я могу реально сделать 3-5 других роликов. Без рофлов, то есть просто это по времени настолько затратно. А что, давайте посмотрим, а что вообще получается на выходе. Вот, например, видосы с Рамзесом и Соло набрали нормально просмотров, но те же Сёма и Шач просели вообще нереально. Да и тот же Алоха для его медийности по-моему набрал вообще мало. Второй недостаток рубрики Прос Продоты это 18 плюс от ютуба. Из-за того, что в каждом ролике Прос Продоты куча мата, ну в постах игроков естественно, которые я не могу вырезать, потому что банально потеряется вся суть этой рубрики. Так вот ютуб им ставит 18 плюс и убирает из рекомендаций. А это значит, что теряются просмотры и снимать эти ролики просто невыгодно. Ещё прибавьте к этому, что у Папич аж 30 тысяч постов. То есть ролик с ним мне придётся делать целый месяц. Соответственно, пока у меня не будет большой базы подписчиков, делать прос Продоты с Папичем или вообще с кем-то ещё я, к сожалению, не планирую. И сразу скажу сори, если я этим ответом кого-то разочаровал. Ну и последний вопрос. Почему у меня такой старый канал, но при этом так мало подписчиков? Скажу честно, этот вопрос я встречаю не так часто, но я всё же решил на него дать ответ, потому что он затрагивает сразу несколько тем. И во-первых, я хочу сказать, что вообще блогерскую деятельность я начал лишь в этом году примерно в мае. А до этого был трёхлетний перерыв, ну примерно трёхлетний. Потом после, точнее перед эпицентром по доте я опять приостановил блогерскую деятельность, ну чтобы подготовиться к эпицентру, потом к интернешнл, потом я менял сетап. Ну короче говоря, заново видосы я начал делать где-то в ноябре. Вот. То есть, в принципе, блогерская деятельность на этом канале, она началась относительно недавно. Ну и второй момент. На этот канал раньше, почему он такой олдовый? На него раньше выкладывались видосы с разных ланов. То есть, например, с 4-го инта, с 6-го инта. И тогда в целом аудитория ютуба была намного меньше. Тогда было намного меньше подписчиков в целом. Плюс за три года очень-очень много отписок было. Соответственно, такая у меня сейчас аудитория. Но сейчас динамика положительная и на канал я пока забивать не собираюсь. Так что, думаю, всё будет, но со временем. Кстати говоря, раз речь зашла о ланах, в этом году я выпустил аж целых 7 рубрик контента сланов. И давайте-ка я зачитаю, чтобы ничего не забыть. Это были Google Me, Pro Stop Up, Talk to Frog, Dota Chicks, которые я с умником придумал и реализовал, Зрительный контакт, да нет, наверное, и Next Level Play. И ещё было аж 4 рубрики, которые я записывал для ютуба. Это Oldy помнят, Pro Spro Dota, Datan за 60 секунд, которые я ну, в общем, я пока на него забил, пока не планирую его продолжать. И разные новостные видосы, которые я объединил в общий плейлист и назвал его Скандалы, интриги, расследования. Ну, а чего ждать от моего канала в 2020 году? Конечно, это будут привычные видосы из уже привычных вам рубрик. Будут, конечно, и парочка новых рубрик. Также я сгоняю на несколько мажоров, постараюсь попасть на International. И если кто-то хочет увидеться или сфоткаться, я с очень-очень большой вероятностью буду на эпицентре, поэтому приходите туда. А тем, кто досмотрел до этого момента, большое спасибо и с Новым Годом! Ну, а вместо подарка можете поставить лайк этому видосу и подписаться на канал. А с вами был Мор, до встречи в 2020!